Президент Монголии издал указ об увеличении официального употребления старомонгольского письма. Для этого с июля нынешнего года даже вся дипломатическая документация будет дублироваться на старомонгольском. Как отметил глава государства во время церемонии награждения победителя конкурса, пропаганда национального вертикального письма является обязанностью каждого гражданина страны. Для того, чтобы письмо вошло в широкий обиход, понадобится не один год, потребуется большая работа ученых и всего государства. Однако нужно, чтобы каждый монгол знал свое историческое родное письмо, а государство вело политику на нем. Ведь язык и письмо являются одним из важных факторов идентификации человека по национальной принадлежности. Поэтому монгол должен отличаться от остальных народностей своей вертикальной культурой письма. Еженедельная газета «Хумун Бичик» выходит тиражом в 6000 экземпляров и по числу подписчиков находится на втором месте. В ее традиционном, уже 15-м по счету конкурсе, соревновались более 1000 участников. В мае этого года наша газета будет отмечать свое 20-летие. Из этих 20 лет, 15, мы проводим конкурс. Каждый раз получаем до 1000 работ. За это время в общей сложности около 600 человек были названы лучшими. Наша редакция получила более 15 тысяч работ. Первое место в конкурсе смогла завоевать учитель монгольского языка и литературы средней школы номер 2 Самона Мурун Хобсугульского Аймака Нарантуя. Активная участница конкурса уже в шестой раз. Учитель считает, что для развития и распространения старописьменного языка в быту необходимо создать условия. Самое простое – включить изучение языка в образовательную школьную программу уже с младших классов. Сейчас дети начинают учить национальный язык седьмого класса, и для этого выделяется всего один час в неделю. К сожалению, для полного освоения этого недостаточно. Особенно приятно стать победителем конкурса в этот юбилейный год. Перед нами, преподавателями родного языка, стоит большая и ответственная задача – научить детей, молодое поколение, эксклюзивному в своем роде вертикальному письму. Юный Батер Дене, несмотря на свой возраст, занял в конкурсе третье место. Говорит, что навыком правописания стал учиться не так давно, но, будучи одним из лучших учеников духовной школы, гордится, что сумел оправдать надежды своих наставников-монахов. К нам прикрепили преподавателя старописьменного языка, потому что с начала этого учебного года мы начали читать тексты и сутры на монгольском письме. Вообще, выучить язык, на мой взгляд, несложно. На церемонии награждения каллиграфистов присутствовали также ученые, исследователи и просто любители старомонгольского письма. Все приглашенные гости смогли ознакомиться с работами конкурсантов на мини-выставке. Редакция газеты намерена и в дальнейшем продолжать работу по пропаганде национального письма и проводить подобные конкурсы. Нарвуат Ганбат, Аист Монголия.